МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дебютный сезон «Легенд» в России получается очень насыщенным. Помимо запланированных этапов национальной серии, эти миниатюрные автомобили участвуют в гонках поддержки российских формул и соревнуются в зачете Кубка губернатора Московской области. Итак, обо всем по порядку. Первый этап Кубка губернатора выдался совершенно непредсказуемым. Рустам Акиниязов, стартовавший пятым, резво обгоняет впереди идущих соперников, догоняет лидера круга и входит в первый поворот наравне с Шатой Абхазавой. И уже в следующем повороте оранжевая легенда обходит сине-белую машину и вырывается вперед. Атака Акиниязова удалась. Вот так, проехав каких-то 200 метров, сразу в лидеры. Вот что значит удачный старт. Но с таким раскладом несогласные Шата Абхазава и Рубен Шумеев. И начинается борьба за первую позицию. Три опытных пилота почти синхронно входят в поворот. Шумеев атакует Абхазаву, и его машина, сделав тройной переворот, эффектно приземляется прямо в траву. Рубен, схватив руль, быстро эвакуируется из дымящегося автомобиля. Авария, к счастью, обошлась без травм. После такого переворота даже каркас безопасности остался совершенно цел. Теперь Шумееву остается одно – вступить в ряды зрителей и со стороны наблюдать за гонкой. Абхазаве, между тем, некогда атаковать лидера Акиниязова. Ему самому впору обороняться. На смену Шумееву пришел Тухватулин. И теперь он старается переместиться с третьей позиции на вторую. Но Абхазаву нелегко потеснить на так знакомой ему трассе. Всю гонку боролись между собой Александр Смоляр и Игорь Макарин. И этим не применул воспользоваться водитель белой легенды Григорий Расплетин. Он с легкостью обошел сначала Макарина, а затем и Смоляра. Но удача – девушка капризная. И уже через пару кругов на финишной прямой Расплетин, не справившись с управлением, разворачивается и встает поперек трассы. На седьмом круге Шата Абхазава, идущий на второй позиции, начинает погоню за лидером – Рустамом Акиниязовым. Но Акиниязов с пятой позиции, блестяще прорвавшись на первую, так просто от своих завоеваний не откажется. До финиша остается еще два круга. И Шате, показавшему лучшее время в квалификации, этого должно хватить, чтобы сразиться с Рустамом. Он догоняет лидера и кажется, что синяя машина, оставив позади оранжевую, возглавит Пелетон. Но Рустам – опытный боец. Несколько раз Абхазава вплотную приближается к лидеру, но Акиниязов уверенно держит оборону. Последний круг. Атака Шаты в первом повороте успехом не увенчалась. На прямой соперники набирают скорость, и в следующем повороте случается неожиданное. Это место на трассе уже дважды за гонку стало неудачным для обгонов. Но зато подарила нам такие красивые кадры. Так еще для одного фаворита гонки соревнование закончилось в этом злополучном повороте. И друзьям, по несчастью, только и остается делиться впечатлениями. Тем более, что эмоций у обоих накопилось предостаточно. На последнем кругу уже надо было выбирать место для атаки. Рустам чуть раньше начал тормозить. Я заехал внутрь, но потом обгон успеть. Не успел, вернее, завершить обгон. Но вот в результате столкновения, ну и, к сожалению, зарылся в песке. Чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, так бывает в гонке, зато весело. Со сходом Абхазавы между белыми легендами снова вспыхнуло соперничество. Ведь теперь у Макарина появился шанс поворотся за третье место. Тухватулина вряд ли уже можно догнать. Он уже слишком далеко. Макарин преследует Смолера до последней секунды и до последних метров трассы. Но времени для последней решительной атаки ему все-таки не хватило. А победу в Кубке губернатора Московской области завоевал Рустам Акиниязов. Потрясающе. Это первая моя гонка. И всего второй раз, когда я вижу эту машину. И машина отличная. И гонка была организована здорово. И мне очень понравилось, что я победил. Второе место неожиданно для самого пилота досталось Алику Тухватулину. После аварии в Хите он даже не рассчитывал попасть в тройку лидеров. Но его главным соперникам не повезло еще больше, чем ему самому. Так что Алик остался вполне доволен результатами. Гонка мне очень понравилась. Была захватывающая, динамичная. Чувствовалась борьба за первые четыре места. Но, к сожалению, два автомобиля сошли. Это были основные прецеденты. Поэтому мне, наверное, чуть-чуть удачи за счет того, что мои товарищи не смогли доехать до финиша. Поэтому я сегодня, наверное, удовольствуюсь вторым местом, благодаря тому, что они не доехали. В Хите не повезло еще одному пилоту. И если бы не сходы в основной гонке, все тех же фаворитов Абхазавы и Шумеева, Александр Смоляр вряд ли смог бы увидеть третьим клетчатый флаг. В Петрике был завал в первом повороте. Мне погнули раму, снесли переднюю подвеску, крыло, оторвали карбюраторы. Я гонку продолжать не мог. Соответственно, на стартовой решетке мое место было в гонке последним. Стартовал с последнего, повезло. Не повезло тем, кто был впереди. Вот стал третьим. Второй этап Кубка губернатора Московской области выдался не менее интересным. Легенды созданы прежде всего для удовольствия. Но битва на втором этапе была не просто зрелищной. Легенды вполне серьезно боролись за любые позиции. Ведь результат вместе с удовольствием гораздо ценнее. Уже в первой короткой гонке пилоты настолько были увлечены баталией, что двум из участников не удалось избежать столкновения. Алик Тухватулин смог развернуться, и черная легенда умчалась из злополучной шпильки. А Игорю Макарину с покореженным колесом продолжить гонку не удалось. Он остался дожидаться окончания заезда, чтобы машину эвакуировать в бокс. Автомобиль надо срочно ремонтировать, ведь впереди основной заезд. На хите я погорячился. В первой шпильке господина Тухватулина ударил я. И сломал ему машину, и отломил себе колесо правое. Мне сегодня в короткой гонке не повезло. Мой коллега меня взял на таран на развороте. Механики молодцы, сделали невозможное, восстановили автомобиль. Как вы уже поняли, к основной гонке механики устранили все повреждения. И на старт длинной гонки вышел весь пелетон во главе с Рубеном Шумеевым. На первом же круге Шата Абхазава намерен оспорить лидерскую позицию. И уже со второй попытки его атака увенчалась успехом. Пилоты поменялись местами. А позади них за третью позицию борются две белые легенды. Смоляр и Расплетин. Александр Смоляр выигрывает эту схватку и замыкает тройку лидеров пелетона. Неожиданно Рубен Шумеев возвращает себе лидерство и борьба между Абхазавой и Шумеевым вспыхивает с новой силой. Но вскоре становится очевидно, что побороться за первое место Рубен уже не может. Зеленая легенда разворачивается на трассе. Шата уезжает далеко вперед, а вместе с ним Смоляр и Расплетин. Как и на первом этапе Кубка Губернатора, эти пилоты ведут гонку примерно в одинаковом темпе, попеременно опережая друг друга. На их противостояние надеется сыграть Рубен Шумеев. И на одном из кругов ему почти удается, что называется, проскочить в распахнутую калитку. Но Смоляр ее успевает захлопнуть прямо перед самым носом настойчивого преследователя. Но Шумеев не отчаивается, и его автомобиль едет, буквально повиснув на заднем спойлере белой машины. Рубен атакует практически безостановочно, и в конце концов атака, к сожалению, болельщиков, завершается не обгоном, а вылетом Шумеева с трассы. Второй разворот за один заезд. Зеленой машине удается продолжить движение, но только до Петлейна. После консультации механиков Рубен возвращается в гонку уже в хвосте пелетона. Марк Филатов так увлекся заездом, что упорно не хотел замечать табличек Stop and Go, которые судьи показывали ему не один круг подряд. Только к середине гонки Марк замечает, что оштрафован и отправляется на Петлейн. За что наказали пилота красной машины? Я просто должен был уступить место черной машине второму номеру, потому что он меня уже на полкорпуса догнал. Я этого не сделал. Даже после вынужденного петстопа Рубен не растерял боевого духа. Он снова бросается в атаку и быстро проходит сначала Тищенко, а затем и Филатова. Еще немного, и зеленая легенда снова оказывается уже неподалеку от Смоляра и Макарина. Но сегодня, видимо, не день Рубена Шумеева. В шпильке он разворачивается в третий раз за эту гонку. Фатальное невезение. Филатов тут же объезжает остановившуюся машину и снова Рубен вынужденно отказывается от завоеванных позиций. Был один вылет, по-моему, разворот, я пропустил шату и потом подбирался, ехал четвертым и объезжал третьего. Но, к сожалению, он меня ударил, то ли не заметил, потому что машина моя была уже внутри. Он ударил меня в переднее колесо, я вылетел с трассы, соответственно, после этого заклинила рулевая рейка. На последнем круге начал накрапывать дождь. Колеса машин заскользили по мокрой трассе, скорости упали, но непогода на исход борьбы уже не повлияла, так как лидеры определились давно. Дождь не помешал Шате Абхазави финишировать первым, ведь его ближайший соперник по стартовой решетке Рубен Шумеев еще в начале гонки упустил золото. Ну, он стартовал первым и неплохо ехал, но сам совершил несколько ошибок. Потом я совершил ошибку, у нас небольшой такой дерби получился. А потом он немножко подотстал и запутался уже в другой, завяз немножко в другой борьбе. Поэтому, в общем-то, ну, первые круги, да, первые повороты, да, было так и сложно, и интересно, но, в общем, очень корректно и нормально. В ходе заезда Георгий Расплетин даже не мечтал о втором месте. Но, оторвавшись от преследователей, он понял, что сможет удержаться на этой позиции. Машина Тухватулина после контакта в хите не слишком хорошо слушалась пилота. Но ни технические сложности, ни дождь не помешали Алику стать обладателем бронзы на этом этапе. Абсолютно не повлияло на исход гонки, потому что разрыв между участниками был большой. А теперь самое интересное. Российские легенды учатся у более опытных собратьев бороться бескомпромиссно и выжимать из этих 130-ти сильных моторов все возможное. Финны уже давно оценили по достоинству этот экономичный и зрелищный класс. На старт здесь выходит до четырех десятков машин одновременно. Такое зрелище не может не захватывать. В начале этого летнего сезона двое наших пилотов уже попробовали бороться с финскими соперниками в Ахвиниста. На этот раз российская делегация увеличилась по численности вдвое. Теперь в Финляндию на трассу Ботний Ринг прибыло уже четыре пилота. В отличие от русских формулистов, которые уже, можно сказать, традиционно занимают первые места на подиуме финского чемпионата, российским пилотам легенд пока еще есть чему поучиться у финских товарищей. В квалификации наши пилоты возглавили только третий десяток в таблице. Ну, во-первых, к сожалению, квалифицироваться мне не удалось более-менее эффективно. Я ехал где-то на 3-4 секунды медленнее, чем мог бы ехать. Дело в том, что, к сожалению, испортились тормоза, и я практически квалификацию проехал без передних тормозов. Это достаточно сложно. могло быть гораздо лучше стартовая позиция. По временам с Рубеном ехали где-то там в пределах 15-20 места. Даже эти, можно сказать, учебно-тренировочные сборы не прошли без приключений. Но с участием не кого-нибудь, а отца самого Кима Райканена. Пока эта смелая четверка осваивала финские просторы, в родное Мечково уже прибыло два десятка новых легенд. Так что финальный, пятый летний этап национальной серии обещает быть особенно интересным. Об этой и об остальных гонках национальной серии легенды смотрите в наших следующих программах между финишем и стартом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова